Доброе утро о событиях в городе и за его пределами в студии Анастасии Шменева. Избирательная кампания в Магнитогорске вышла на финишную прямую. Кандидат на пост главы города использует последние дни для общения с избирателями. В выдвижении с комбината Евгений Карпов встретился с руководителями творческих коллективов города. Рассказал о своем опыте управленца и о том, как видит должность главы города. Кандидат на пост признался, что мало знает сферу культуры, но о главной проблеме финансирования по остаточному принципу наслышан. Большой пласт работы, на который однозначно, тем более я, металлург, вам сказать не могу, но на полный бюджет и в части культуры, это, наверное, святая обязанность главы города Магнитогорска. Министерство образования и науки существенно сократило набор студентов в федеральные вузы. В этом году высшеучебные заведения примут около 570 тысяч человек, что на 40 тысяч меньше, чем в прошлом. Сокращен набор по направлениям гуманитарной науки, экономика и управления образованием и педагогика. Зато увеличен прием по специальности – сфера обслуживания, автоматика и управления. Министерство образования сообщили, что эти цифры приема утверждены правительством. Ссылаются и на демографическую ситуацию. А дошкольное обучение теперь стало обязательным и приравнивается к школьному. Вступила в силу новая редакция закона об образовании. В Магнитогорске же работают с опережением. В детском саду номер 25 уже два года существует принципиально новая форма обучения малышей – кратковременное пребывание. Ребятишки, которым едва исполнилось 11 месяцев, на два часа приходят в детский сад и занимаются вместе с мамами. Педагоги развивают память, внимание, логическое мышление и творческое воображение. А родители помогают. Детский сад – это профессиональная педагогическая помощь молодой семьи по развитию индивидуальных способностей детей. С одной стороны. А с другой стороны, это очень немаловажный факт, это еще и социальная поддержка молодой семьи, потому что 80% от содержания ребенка в детском саду оплачивает местный бюджет. Селяне полным ходом готовятся к весеннеполевым работам. Вся техника должна быть готова к 10 апреля. Такая задача поставлена перед башкирскими сельхозпроизводителями. В хозяйстве имени Орлова, Обзелиловского района, рапортуют. Тракторный парк, посевной практически готов. Основные ремонтные работы здесь провели еще осенью, сразу же после уборки урожая. Где-то 90% в данное время готовы, но 10%, у меня где-то 3 трактора, мы, наверное, успеем к этому времени подготовить тракторов. Сегодня механизаторы заняты испытанием двигателей, ходовых узлов техники. Работа ведется под открытым небом. Собственные машины тракторные, мастерская здесь будет к осени. Пока же условия труда непростые, но селяне подходят к делу ответственно. Прекрасно понимают, основу урожая нужно закладывать весной. Все зависит от себя, от самого себя. Как будешь делать, так и машина будет работать. На посевной будет задействовано 11 единиц сельхозтехники. Трактора и комбайны пока арендуют у соседей, своих нет. Только три года назад население деревень Михайловка и Кужа создали самостоятельное хозяйство. Теперь кооператив имени Орлова, хотя и самый молодой, один из лидеров в районе. Несмотря на засушливое лето, в прошлом году здесь получили с каждого гектара по 23 центнера зерна. Частично погасили долги, запаслись семенным фондом и фуражом. Мясо мы сдали где-то на 460 тысяч рублей. На эти деньги мы собираемся приобрести протравители, минеральные удобрения. Вот немножко, хотя бы 50% купить горючий смазочный подтериал. Уже скоро всю технику выведут на специально подготовленную площадку. Останется лишь дождаться начала полевых работ. Эти сроки, пожалуй, единственное, что от селя не зависит. Гульдар Хафизова, Елена Винц, Алексей Абашин. Вести. Магнитогорск. Есть овощи и фрукты специалисты советуют круглый год. Стакан какого сока может компенсировать недостаток витаминов, расскажет специалист здоровья и красоты. Приветствую вас. Начинать утро со стакана сока – признак человека, заботящегося о своем здоровье. Сегодня я хочу порекомендовать вам разнообразить соковый рацион сливовым соком. Особенно полезен он людям, склонным к отекам, потому что содержащийся в нем калий выводит лишнюю воду и соль из организма. Очень полезен сливовый сок тем, кто хочет решать очень сложные математические задачи, потому что он нормализует и улучшает мозговую деятельность. И еще маленький секрет. В этом соке огромное количество серы. Зачем она нам? Отвечаю. Она обладает огромным детоксиционным эффектом, то есть он очищает наш организм от шлаков и самых вредных и безобразных микробов. Поэтому пейте сливовый сок с самого утра. Будьте умны, прекрасны и здоровы. Удачи вам и хорошего дня. На очереди информация Центральной диспетчерской службы города Жилкоммунсервис. С 9 до 16 не будет холодной воды по адресам Советская, Ушакова, Проспект Ленина, а также Уральская, Комсомольская и 50 лет Магнитке. С 9 до 16.30 прекращается подача горячей воды по улицам Суворова, Тивосяна, 50 лет Магнитке, Труда, а также Проспект Ленина и Карломаркса, улица Ворошилова и Бульвар Сиреневый. С 9 до 16 отключается электроэнергия по адресам Вокзальная, Калмыково, Строителей, Проспект Карломаркса, Труда и Жуково. Какие сюрпризы готовит погода, вы узнаете через несколько секунд. О новых событиях 20.30 на канале Россия. Всего хорошего, удачного дня. Сегодня синоптики прогнозируют. В Фершампенуазе мокрый снег до 2 градусов тепла. В Кизельском районе 0,1. В Верхнеуральске около 0 градусов. В Новообзаково минус 1, плюс 1. В Магнитогорске ожидается улучшная погода с прояснениями. Мокрый снег, слабая метель. На дорогах Гололедица до 2 градусов тепла. Спонсор прогноза погоды – сеть магазинов «Фома». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова